Новые возможности для сотрудничества с разными странами открывает и белорусский безвиз. С завтрашнего дня безвизовая территория в нашей стране станет еще больше. Это предусматрено указом президента. Документ расширит возможности для тех, кто путешествует индивидуально, вне туристических групп. Указ объединил безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей. Более того, к безвизу присоединятся еще пять районов Гродненского региона. Это Берестовицкие, Волковыцкие, Лицкие, Щучинские и Ворновские районы. Напомню, безвизовый въезд для иностранцев впервые заработал в Гродненском регионе 26 октября 2016 года. За три года Гродная и белорусскую часть августовского канала посетили туристы более чем из 60 стран. За 2017 год это 50 тысяч иностранцев, в 2018 уже 94 тысячи туристов. Ну а в этом году уже 105 тысяч человек. Безвизовый режим в Брестском регионе стартовал 1 января 2018 года. Граждане 80 стран получили возможность 10 дней находиться в туристской рекреационной зоне Брест. За первый год работы без визы регион принял около 18 тысяч 400 человек. За 10 месяцев текущего года это уже более 26 тысяч. Как готовятся встречать новых безвизовых гостей и чем будут удивлять иностранных туристов, расскажет Мария Тройнич. Такой свежий, такой, ну прекрасный воздух, дышится легко. Жительница Германии Екатерина Маркварт не скрывает восторга. Говорит, в Беларусь стоит приехать ради одного только чистого воздуха. В Синеокое она проводит уже второй свой отпуск. В этом году для отдыха выбрала санаторий неподалеку от Бреста. Я всегда мечтала увидеть Минск, увидеть Брест, поэтому для меня это большая радость, что я снова в Беларуси. В Германии женщина работает учителем русского языка, поэтому трудностей перевода в нашей стране не испытывает. В санаторий Екатерина приехала на оздоровительные процедуры. Их в здравнице больше двухсот. Межсезонья здесь не бывает. В санатории круглый год полно гостей. А чтобы их стало еще больше, администрация решила напрямую сотрудничать с зарубежными турфирмами. И получила сертификат на право оформления документов для посещения Беларуси по безвизу. На базе нашей здравницы за 10 месяцев 2019 года прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление в рамках безвиза 214 человек. Из них по сертификату санатория 209. В этом году в Брестской области отмечают пик популярности медицинского туризма. Чтобы разнообразить оздоровительный отдых, гостям предлагают экскурсионные туры по региону. В списке топовых достопримечательностей Брестская крепость. По подсчетам специалистов, в этом году мемориальный комплекс посетит полмиллиона гостей. Население Бреста в полтора раза меньше. И это только по официальным данным посетителей музеев и делегации. Туристов удивляются все новыми объектами. Так в крепости начали строить еще один музей. А в Пружанах разработали новый трансграничный веломаршрут. Удивлять туристов готовы и в районах, которые завтра только откроются для индивидуальных туристов. В Лиде центром притяжения гостей станет старинный замок. Здесь проходят международные музыкальные фестивали. Провели большую работу и по улучшению туристической инфраструктуры. Открываются новые кафе, кофейни. Частный бизнес включился в эту работу. К концу года планируем открыть частную гостиницу. На сегодняшний день наши магазины оформляют такс-фри. Поэтому с туристами мы уже работаем давно, но ждем с нетерпением без виза. Для того, чтобы как можно больше туристов приехало в город Лиду, насладились нашей жемчужиной и замком. А чтобы иностранные туристы смогли больше узнать про туристический потенциал Гродненской области, в регионе активно развивают информационное сопровождение туруслуг. Работает сайт, созданы мобильные приложения и установлены информационные билборды в пунктах пропуска. Мы готовим расширить сайт Гродно-виза-фри на всю Гродненскую область, включить туда, полностью включить в этот процесс все регионы, без исключения Гродненской области. И мы расширяем мобильное приложение, которое раньше работало только по М6. Теперь оно будет работать по всем дорогам Гродненской области, областным республиканского подчинения, для того, чтобы туристы могли беспрепятственно находить в радиусе 50 километров достопримечательности вдоль автомобильных дорог. И не то, что не потеряться, а наоборот, выстраивать свои туристические маршруты таким образом. Чтобы расширить границы впечатлений иностранцев о Беларуси, всего в безвизовую зону включили пять районов Гродненской области. Берестовицкий, Волковыский, Вороновский, Щучинский и Лицкий. Объединение этих турзон, во-первых, даст рост именно туристического потока в количественном выражении, то есть туристы приедут больше. Но и самое главное, что мы хотели, это то, чтобы они оставались подольше на территории Беларуси. Если сейчас они провозят на территории этих безвизовых зон порядка двух дней, то мы планируем, что путем расширения безвизовой территории они смогут быть на территории Беларуси порядка четырех дней. В этом году Гродненскую область уже посетили больше ста тысяч безвизовых туристов. По предварительным подсчетам, новое правило пребывания иностранцев в регионе увеличит эту цифру как минимум вдвое. Мария Тройнич, Юрий Корнелович, Николай Ковлев и Виктор Бака. Агентствователи новостей.